В апреле прошлого года шесть российских регионов Республика Татарстан, Хабаровский край, Волгоградская, Нижегородская и Ульяновской области, а также Санкт-Петербург начали в пилотном режиме внедрять стандарт развития конкуренции. С этого года положение стандарта станут реализовывать все субъекты Российской Федерации. В прямом эфире телеканала «Программа в контексте». Говорим о текущих вопросах Департамента экономики, в частности, о внедрении стандарта развития конкуренции в нашем регионе. У нас в гостях заместитель директора Департамента экономики, начальник управления прогноза и анализа социально-экономического развития Севастополя Вадим Николаевич Паярков. Здравствуйте. Здравствуйте, Ира. Вадим Николаевич, начнем с главного. Что же такое стандарт развития конкуренции? Сначала пару слов о конкуренции как таковой. Поддержка конкуренции является основной из задачей конституционного строя Российской Федерации, гарантируется конституцией Российской Федерации, а также является постоянным приоритетом государственной политики. Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная задача решения, которая в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений, начиная от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров до защиты прав граждан и национальной политики. Развитие конкуренции включает в себя не только общесистемные мероприятия, но и отраслевые направления работы, по которому также необходим динамичный этапный подход и регулярное обновление как набора отраслей, требующих развития конкуренции, так и ключевых отраслевых мероприятий. Вот исходя из всего этого, в Российской Федерации еще в декабре 2012 года была утверждена дорожная карта, то есть план мероприятий по развитию системных мер по развитию конкуренции в Российской Федерации до 2015 года. В дорожной карте определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных отраслевых рынках, реализация которых позволит достичь улучшений в качестве жизни граждан Российской Федерации. И вот стандарт развития конкуренции как таковой является исполнением пункта 2 раздела 3 плановых мероприятий, то есть этой дорожной карты, и был утвержден распоряжением правительства Российской Федерации в сентябре, а именно 5 сентября 2015 года. Что такое стандарт и для чего он вообще разработан? Стандарт развития конкуренции в регионе разработан в следующих целях. Это первое, установление требований к осуществлению деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию условий для развития конкуренции в отраслях экономики между хозяйствующими субъектами данной территории. Второе, это обеспечение реализации системного и единообразного подхода, к деятельности по развитию конкуренции на всей территории Российской Федерации с учетом региональной специфики. Формирование прозрачной системы работы региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работы, услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества. Ну и, наверное, такая важная задача, как создание стимулов и условий для развития, поддержки и защиты субъектов предпринимательской деятельности, субъектов малого и среднего предпринимательства и устранения административных барьеров. Это цели разработки стандарта. Работа по внедрению стандарта началась и в Севастополе. Вообще-то структурный стандарт состоит из семи важных шагов, из семи требований. Первый шаг – это определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по содействию и развитию конкуренции в регионе. И вот в исполнении этого первого шага распоряжением правительства Севастополя 23 октября был определен уполномоченный орган по внедрению конкуренции в Севастопольском регионе. Это департамент экономики города Севастополя, представителем которого является ваш покорный слуга. Второй важный шаг – это создание уполномоченного коллегиального органа, превышен в должностном лице субъекта Российской Федерации, то есть некий координационный комитет по внедрению стандарта конкуренции в регионе. В состав этого уполномоченного органа входят руководители и заместители руководителей исполнительной власти, законодательной власти, общественные организации, действующих в интересах предпринимателей, потребителей товаров, работы, услуг, научно-исследовательских, проектных, аналитических организаций, объединение сельскохозяйственных производителей. Этот коллегиальный орган на своих заседаниях должен утвердить третий шаг, очень важный шаг – это утверждение перечня приоритетных рынков и перечня социально значимых рынков в регионе. Не секрет, что все граждане являются потребителями услуг или товаров на различных рынках. Но кроме этого, кроме региональных рынков, существует еще и перечень социально значимых рынков, так называемый обязательный перечень рынков. Это рынок услуг дошкольного образования, детского отдыха, оздоровления, рынок дополнительного образования детей, рынок медицинских услуг, рынок услуг в сфере культуры, жилищно-коммунального хозяйства, ручестная торговля, рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, рынок услуг связи, социального обслуживания населения. И вот кроме этого приоритетного перечня рынков, коллегиальный орган должен разработать и добавить сюда еще региональные рынки, которые существуют специфично для севастопольского региона. Четвертым важным шагом является разработка плана переприятия, именно дорожной карты по содействию развития конкуренции в регионе. Дорожная карта будет разрабатываться на основе анализа результатов мониторинга, который будет проходить различными проектами и исследовательскими организациями. При этом дорожная карта не является таким монолитным органом, она будет ежегодно вноситься изменения с учетом результатов проведения анализа. Пятым шагом является мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынке товаров и услуг субъекта Российской Федерации. Мониторинг будет включать в себя определение наличия или отсутствие административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности именно самого региона, удовлетворение потребителей качеством товаров, работы, услуг на товарных рынках субъекта Российской Федерации, а также состояние ценовой конкуренции. Шестым пунктом требований стандарта является создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий. В электроэнергетике, на железнодорожном транспорте, в сфере почтовой связи, электросвязи, теплоснабжения, на газовых рынках, в сфере услуг аэропортов, внедрение механизма технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, в рамках которых в том числе обеспечивается учет мнения потребителей товаров, работы, услуг субъектов естественных монополий. Седьмым пунктом является повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работы, услуг о состоянии конкурентной среды в регионе. Информация и документы, касающиеся внедрения стандарта, будут размещаться на официальном сайте правительства Севастополя и на официальном сайте Департамента экономики города Севастополя. Возникает вопрос, а что будет результатом, допустим, внедрения стандарта развития конкуренции в регионе? Ну, как не банально звучит, это улучшение жителей, улучшение жизни, показатели жизни жителей нашего города. Ну, допустим, в стандарте определены целевые показатели, на достижение которой направлены мероприятия дорожной карты. Вот, допустим, рынок услуг дошкольного образования. Необходимо создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных образовательных организаций. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления. Опять же, создание развития конкуренции на этом рынке. Развитие сектора негосударственных или немуниципальных организаций отдыха и оздоровления детей. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства. Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций на профессиональной основе, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами на территории субъекта Российской Федерации. Вообще, принципами внедрения стандарта является, во-первых, в первую очередь, в первую голову ориентация на потребителя. Системный подход совершенствования деятельности органов исполнительной власти. Постоянное улучшение деятельности, повышение удовлетворенности потребителей и других участников экономической деятельности качеством товаров, работы, услуг. Обеспечение информационного взаимодействия с потребителями товаров, работы, услуг. Ну и, как я уже говорил, это прозрачность деятельности. Содействие органов исполнительной власти субъектов в обеспечении открытости и доступности для всех потребителей товаров, работы, услуг и других участников экономической деятельности. Информация о мероприятиях по содействию развития конкуренции, процедурах оказания услуг, а также решениях, оказывающих на воздействие на экономическую конкуренцию. Хочется сказать, что ввиду того, что Крым и Севастополь как самые молодые из вновь вступивших в лоно Российской Федерации, у нас эта работа только начинается. Только начинается, но работа, это еще раз повторюсь, она серьезная, многоаспектная и решение, которое зависит от всех составляющих и власти, как и власти, так и предпринимательской среды. Вадим Николаевич, у нас осталось немного времени, 4 минуты. Давайте же поговорим конкретно, какая работа проводится органами исполнительной власти в этой направлении. Конкретная работа органов исполнительной власти это сейчас обеспечение нормативно-правовыми актами. То есть, как я уже сказал, первый шаг уже сделан, из требований стандарта определено уполномоченное лицо, теперь будет создаваться коллегиальный орган, но работа идет постепенно. Уже создается проект дорожной карты. Мы будем работать очень тесно, взаимодействовать с научными проектами, организациями, в том числе и с такой организацией, как Федеральная антимонопольная служба. Ведь кураторами в Российской Федерации, стандартами является Федеральная монопольная служба и агентство содействия инвестиций. Установлен ли какой-то срок для разработки дорожных карт? И как будет проводиться мониторинг? Мониторинг будет проводиться по времени заседания уполномоченного комиссии коллегиального органа. Срок для севастопольского региона, он, естественно, будет сужен, потому что, еще раз говорю, Российская Федерация над этим работает уже с 2012 года. У нас времени мало, но буквально 2-3 года, и мы должны отчитываться ежегодно по внедрению дорожной карты и по ее исполнению. Уже известно, сколько человек будет входить в коллегиальный орган, и какой дате он будет уже сформирован и функционировать в полном порядке? Нет, пока это неизвестно. Мы пока набираем участников этого коллегиального органа, потому что задача очень серьезная, и мы должны сюда, в этот коллегиальный орган, включить не только, допустим, исполнительную законодательную власть. Нам нужны научно-исследовательские институты, нам нужны субъекты предпринимательской деятельности, общественная организация. Повторюсь еще раз, это работа многоаспектная, она сейчас только начинается. Ну, с кем-то уже начинаете сотрудничать в этом направлении? Да, мы сотрудничаем сейчас, сотрудничаем тесно в этом отношении Федеральной антимонопольной службы. И какое же влияние окажет развитие конкуренции на социально-экономическое развитие города и жизни горожан, если в целом говорить, вот в рамках буквально двух минут? Ну, если в целом, еще раз повторюсь, влияние конкуренции как таковое, оно оказывает большое влияние на… Мы все являемся потребителями рынка, поэтому на рынок развитие конкуренции оказывает только благотворное влияние, но и в том числе это одна из основных задач – это сокращение государственного сектора в экономике. Ну что ж, время нашей передачи «Естекло». Благодарю за актуальную информацию и за важное разъяснение. Спасибо, что пришли к нам в студию. Стандарт развития конкуренции поможет регионам работать слаженно и по более прозрачным схемам, выявляя потенциал экономики за счет научно-технологической базы и человеческого капитала. Об этом нам рассказал заместитель директора Департамента экономики, начальник управления прогноза и анализа социально-экономического развития Севастополя Вадим Николаевич Паярков. Эфир же телеканала продолжается. Впереди много важных и занимательных тем. Не пропустите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...